Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я, Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Так смотрите сегодня в выпуске. Исторический день. Сегодня в поселке Виноградном заложен первый камень центра и налоги и туризма и нового завода винной группы компании «Ариант». 2,5 тысячи гектаров виноградников, 20 миллионов бутылок игристых, тихих и выдержанных вин и новая туристическая Мекка. Общий объем инвестиций в возрождение производства свыше 4 миллиардов рублей. В торжественной церемонии участвовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, президент холдинга «Ариант» Александр Кретов и глава «Анапы» Юрий Поляков. Одно из старейших виноградарско-винодельческих предприятий «Анапы» – сельскохозяйственный производственный кооператив имени Ленина. Последние семь лет эти полуразрушенные здания стоят как памятник былой славе. Возрождение производства на этой земле – восстановление исторической справедливости, говорит Вениамин Кондратьев. Ведь в Краснодарском крае, в Анапе, идеальные условия для лучших традиций виноделия. Вот эти условия сегодня, друзья, мы вместе с вами и создаем. Вместе присутствуем на этом сегодня важном, уникальном событии, я считаю, втором рождении. Называется туристический и винный центр. Это он сегодня так называется, но на самом деле, я уверен, испытывает не Ленина, которая жила. И сегодня она переживает второе рождение, потому что люди, которые сегодня здесь есть и старожил, явно, когда мы сегодня были, на поле трактора уже начал садить саженцы, свои саженцы, наши саженцы, я уверен, они испытали величайшую гордость и облегчение. Это потому что, когда стоят эти поля, просто, значит, сесеяны чем-то, и вообще не засеяны. А когда-то был виноград, то, конечно, сердце кровью обливалось. И сегодня есть чувство радости. Что, конечно, хочется сказать, безусловно, уникальная земля, великолепный климат, чтобы мы сегодня могли здесь собирать виноград высокого качества, а значит делать элитное вино. И я уверен, что вино, которое будет сделано на Банапе, может конкурировать и с европейскими известными винами. Над проектом трудились специалисты из Италии, Англии и России. Есть цель – открыть современнейший завод, которым будет гордиться край и Россия. Это действительно большой и уникальный проект. 20 миллионов бутылок, 2,5 тысячи гектар классического винограда будет посажено на этой земле. И вот о чем сказали, 20 миллионов бутылок вина мы сегодня уже поставляем в 5 стран мира. И я уверен, что из этих 20 миллионов бутылок вина, которые будут здесь производиться, это вино пойдет по всему миру. Потому что здесь есть все. Есть здесь земля, есть люди, есть все для того, чтобы мы были лучшими в мире по вину. Глава Анапы благодарит губернатора Кубани за внимание городу-курорту и возможности дать новую жизнь этой земле. Сегодня мы, я надеюсь, что мы вдохнем новую жизнь в поселок Виноградный, потому что раньше, когда здесь было СПК, вокруг СПК строился населенный пункт. Но были тяжелые времена, мы его чуть не потеряли. Сегодня есть новый инвестор, который вдохнет новую жизнь. Сегодня будут новые рабочие места, новое хорошее вкусное вино. Я могу сказать только с Богом и удачи. Церемонию закладки капсулы в будущий Центр туризма и виноделия осветил епископ Новороссийский Геленджикский Владыков и Агност. Проблема обманутых дольщиков на Кубани тянется с 2005 года. Искать виноватых бесперспективно, считает губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев уверен, надо находить инвесторов и браться за долгострои. Тему накануне обсуждали на Краевом совещании. Глава Анапы Юрий Поляков принял участие в этой работе. На совещании обсудили реализацию дорожных карт по сдаче долгостроев. Участие в заседании приняли вице-губернаторы, главы муниципалитетов, члены Общественной палаты края, представители застройщиков и инициативный групп дольщиков. Глава региона подчеркнул, к 2020 году проблемные объекты, которые находятся в Краевом реестре, должны быть сданы. Работа по выходу из этой ситуации, по достраиванию домов, по в целом, как сегодня эту ситуацию закрыть, на уровне муниципальных образований, коллеги, и на уровне края, я хочу сказать так же, ведется крайне неэффективно, и это правда. У нас сегодня 36% домов, примерно в Крае, это проблемные дома. Слабо, я считаю, ведется поиск тех инвесторов, которые будут достраивать. Слабо. Вместе тогда давайте понимать, неважно, это будет администрация тех муниципальных образований, где эта проблема существует, краевая администрация, непосредственно дольщики. То есть весь спектр возьмите, рассматривайте, лишь бы была уже гарантия, что дом достроен. В Анапе найден инвестор для достройки многоквартирного дома на улице Владимирской, 144. В настоящее время решается вопрос о подключении многоэтажки к электроснабжению. От этого будет зависеть срок сдачи дома. По остальным проблемным объектам составлены дорожные карты, ведется работа. В рамках краевых командно-штабных учений в городской администрации состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Речь шла о готовности систем и служб жизнеобеспечения населения, а также всех спасательных формирований к работе в осенне-зимний период. Открывая совещание, заместитель главы Анапы Сергей Козлов подчеркнул, что зима на Кубани отличается резкими изменениями погоды, перепадами температуры, налипанием снега на проводах и их обрывом, подъемом воды в реке Кубань. Не только воды в Кубани, но и потоки воды, которые текут по территории города Кубани, неоднократно с этим улицам не слывает все, разбывает побережье, пляжную зону. В настоящее время на территории Краснодарского края проводятся комплексно командные штабные учения, посвященные действиям всех ответственных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На первом этапе, который проходит в эти дни, отрабатываются практические мероприятия на объектах энергетики. Это сборка чаев, который мы сейчас с вами проводим, и отработка водных, которые обозначаются в ходе проведения к чаев. Второй этап рассчитан на два дня, и он проводится 22-23 ноября. Это отработка практических мероприятий по предупреждению о предупреждении чрезвычайной ситуации, связанных прежде всего с подтоплением. Выбрано практическое мероприятие, это село Сухов, которое наиболее уязвимое, и там быстро развивающиеся события. О них мы будем говорить подробнее на втором этапе. Прозвучали выступления представителей предприятий жизнеобеспечения НЭСК-электросети, Теплоэнерго, Водоканала, Кубанинерго. На каждом из предприятий сформированы дежурные аварийные бригады. Имеются автономные источники электропитания, расходные материалы, спецтехника, световые вышки для ликвидации аварий в ночное время. Есть опыт работы в сложных погодных условиях. При нехватке собственных сил и средств предусмотрено взаимодействие с предприятиями из ближайших муниципалитетов, готовых оказать оперативную помощь. Если этих сил и средств недостаточно, значит нам будут направляться дополнительно комментированный персонал с исполнительного аппарата. Это филиалы банингов. Ну и если уже масштабное что будет, то уже с дезору сетей направляется. В общем, наращивание у нас людей может исчисляться тысячами. Необходимо уделить особое внимание социальным объектам – школам, детским садам, больницам. Поставил задачу заместитель главы Сергей Козлов. Его заверили, что в случае чрезвычайной ситуации там будут приняты первоочередные меры по стабилизации ситуации. Почти полторы тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья трудоустроены в Анапе благодаря программе квотирования рабочих мест для инвалидов. В Центре занятости населения считают, закон о гарантиях занятости этой категории граждан должен быть под рукой у каждого работодателя. Впрочем, положительная динамика налицо. Все больше руководителей предприятий выделяют рабочие места для инвалидов и при этом отмечают ответственный подход и высокую производительность труда. Ежегодно в соответствии с законом Краснодарского края о квотировании рабочих мест формируется перечень предприятий, имеющих в своем штате более 35 сотрудников. Для таких организаций устанавливается квота на трудоустройство в размере 3% для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году рабочие места были выделены на 263 анапских предприятиях. Создано 743 рабочих места для инвалида только, для инвалидов. Из них 512 рабочих мест было заполнено в этом году. То есть мы видим, что вакансии эти востребованы, инвалиды, которые желают работать, они на работу устраиваются. На сегодняшний день у нас более 200 вакансий свободных. Вакансии разные, как квалифицированный труд, так и неквалифицированный. То есть можно устроиться, например, уборщиком служебных помещений, а можно также устроиться врачом, или инженером, или администратором, бактериологом. То есть вакансии настолько разные, выбор большой для всех. Зависит все от квалификации работника и от его опыта работы. Владимир Берецкий и Ростислав Пельхер работают в Анапском многофункциональном центре. Ребята с ограниченными возможностями здоровья. Но это нисколько не мешает им наравне со всеми выполнять свои обязанности. Они предоставляют государственные и муниципальные услуги в электронном виде, а также регистрируют посетителей МФЦ на сайте государственных услуг. Сейчас этот сервис очень востребован. От желающих зарегистрироваться в буквальном смысле нет отбоя. Но молодых специалистов объем работы не пугает. Скорее наоборот. Они готовы и к большему функционалу, и в планах карьерный рост. Работается свободно, есть рост, все стабильно, есть куда расти дальше. Работать нравится. Какой-то определенной напряженности в моей работе сейчас я не нахожу. Мне здесь очень нравится. Здесь очень хороший коллектив. Меня здесь очень быстро всему обучили. Дали время, чтобы я освоился. И вот сейчас я здесь в полной мере оказываю услуги. Руководитель МФЦ считает, быть социально ответственным – долг каждого работодателя. И окончательно развеивает стереотип о сложностях сотрудничества с инвалидами. Наоборот, зачастую эта категория граждан более ответственно подходит к работе, так как знает ей цену. Эти ребята такие же полноценные сотрудники, как и любой из наших сотрудников, который работает в Анапском многофункциональном центре. А в некоторых даже случаях, как мне лично кажется, эти сотрудники берут на себя еще более, так сказать, больше объем работы, чем, скажем так, могли бы делать и обязаны делать. Порой остаются после работы, если не успевают, если не справляются. То есть в течение дня постоянно без отрыва, скажем так, от рабочего места занимаются своей работой. Ну, в целом, я буду ходатайствовать еще перед центром занятости, у квотирования, наверное, еще нескольких рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Анапа – город безбарьерной среды. И обеспечение гарантии трудовой занятости малозащищенным категориям граждан – одна из приоритетных задач. Добросовестные работодатели знают и выполняют требования, безответственно и дисциплинируют закон. Кроме того, что работодатели принимают сейчас активно на работу, если работодатель заявляет вакансию и мы не можем длительное время туда подобрать инвалида, то работодатели пересматривают место квотируемое, то есть могут принять на работу по другой профессии. Кроме того, если вдруг не выполняется, не создается рабочее место или инвалид на работу не принимается, есть система штрафов. Сейчас на курорте проживает более трех тысяч трудоспособных инвалидов. Около половины из них заняты, остальные по разным причинам – нет. Специалисты Центра занятости населения совместно с соцзащитой проводят мониторинг и выясняют причины отказа от работы и помогают инвалидам подобрать занятость по душе. По всем вопросам трудоустройства можно обратиться по адресу. Улица Калинина, дом 12А или по телефону горячей линии 8 861 33 402 38. Лучший воспитатель Анапы работает в детском саду «Ручеек». Недавно на курорте подвели итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель-2018». Сейчас Елена Окружнова готовится к поездке в Краснодар, но при этом не отрывается от своего главного и любимого дела – воспитания детей. Как ей удалось стать лучшей не только по мнению конкурсной комиссии, но и своих воспитанников, она поделилась с нашими корреспондентами. «Ребята, а вот эти животные где живут?» Елена Окружнова признается, за четыре года работы в детском саду поняла главное – с детьми нужно общаться на равных, стать для них другом, а не строгим наставником. В программе дня – познавательные игры и уроки, в которых дети сами рассказывают о животных мира и временах года. Елена Юрьевна организовала в группе особую среду, отличающуюся от стандартной. Они отошли от линейного принципа расположения мебели и разделили комнату на несколько зон. Здесь есть и зона отдыха, и отдельное место для творчества, а также уголок для активных игр. Результаты только положительные. Дети стали лучше общаться между собой, быстро находить занятия по душе и принимать осознанные решения. Родителям нравится такой подход, да и сами дети с удовольствием идут в сад и не скупятся на комплименты любимому воспитателю. Она дружная, красивая и заботливая. Я думаю, мне многие завидуют, потому что я окунаюсь в детство и сама чувствую себя ребенком. Мне не хочется взрослеть. Я стараюсь на равных с ними общаться, как партнер по играм даже. Я одела каблуки сегодня, первый раз, наверное, за полгода. Обычно я с ними играю в кроссовках, с ними также в коне. В группе почти 30 человек. Организовать всех и уделить внимание каждому – задача непростая, но лучший педагог Анапы с ней легко справляется. Кроме тренировки ума – обязательные занятия спортом. Я так! Я так, ребята, спори! В здоровом теле – здоровый дух. Скандинавская ходьба развивает выносливость, улучшает кровообращение и не изматывает детей. Оборудовали ей специальный маршрут с несложными препятствиями. Елена Окружнова не только организовывает занятия, но и личным примером показывает, как правильно их выполнять. Воспитатель, как может быть громко сказано, но на самом деле от Бога. Очень ее любят дети, уважают родители. Она владеет современными технологиями, которые сейчас так необходимы в нашем дошкольном образовании. На мой взгляд, все-таки самым показательным должно быть это общение воспитателя с детьми. Педагог может быть не сильным оратором, но вот то, как он умеет общаться с детьми, на мой взгляд, это самый такой существенный показатель должен быть в этом конкурсе. Елена Окружнова участвовала в конкурсе в прошлом году. Тогда она заняла третье место в муниципальном этапе. Воспитателя такой результат не устроил, и она решила подготовиться и показать свои лучшие качества в этом году. Сейчас она готовится к следующему этапу конкурса. На краевом уровне предстоит серьезная конкуренция – более 30 лучших педагогов со всех районов. И только один победитель представит Краснодарский край на всероссийском этапе в Москве. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследование, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.